Девушки отдыхают Надо высвободить, а как? Кто же это будет? Конечно, Нейтан полез Все, Дрейк, твоя задача Освободить Сейчас я найду, ребят, подожди А, ну вот здесь можно же залезть Все просто, я сейчас найду Выход Ползем и высвобождаем Так Так, уже почти Ну, уже почти, быстро и ползем Конечно, за трубу зацепилась Поехали вниз Оп Да, да, не спеши А я-то как пролезу Порядок Вы про меня забыли, пацаны А, у меня есть выход, все, у меня другой выход Я тут через форточку залезу, все нормально О, крысы бегают Что это за место? Меня-то подождете хотя бы, а? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Чёрт в укрытие Спрячьтесь. Да залезь наверх, ты чё? А кто там ходит-то? Так, ладно, наши ребята спрятались. Помочь им надо, да? А, они сами там справятся. Ну а мне-то как теперь слезть? Залезь наверх, а! Куда прыгать? Погоди, я не знаю, ребята, куда здесь прыгать? Я если прыгну, то я свалюсь. Там зацепиться, по-моему, не за что. Ну вообще, наверное, сюда. Пробуем. А, да, всё нормально, я думал он за карниз этот не зацепится. Ай, куда, 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 куда? Мне сюда не надо было, ты чё? Ну-ка обратно вернись. Ай! О, нет, Дрейк. Переломался весь. Всё, иди ползи. Не, ну я сюда-то... А, всё, надо за угол зайти, вон там, может быть, чё-то будет сейчас. Давай, заходи сюда. Ну, конечно, будем... Машина Майло. Так, всё, теперь никаких пушек. Машина Майло, там паровоз какой-то. Надо прыгать по люстрам. Куда? Да нет, Нейт, ты чё делаешь? Так, ещё раз. Ну-ка, надо ползти, может быть. Вот, хотя бы так. Я думал просто зацепиться за низ этой люстры, но была плохая идея. Надо просто прыгать вот здесь и ползти по ней. А, вон и спуск, всё, вижу. Вот так, раз, и поползли. Спускайся. Спускайся. Всё, вот теперь нормально. Всё, руки, ноги целы. Какие руки вверх, вы чё? Не с места. Ну-ка, иди, я сзади подойду сейчас. Эй, вы нас не поняли. Мы исключили. Да всё, всё, всё. Всё, спи. Отлично, друг. Так, держать. Идём дальше. А, вот и паровоз. Так, ладно. Лондонская подземка. Вот тачка их, вот они на чём приехали. Капец старьё тут, да? Удивить. Ну-ка, ворота, может, откроем? Тут нет? Закрыто. Давай дальше, пошли. Так, чё ещё интересного здесь есть? Статуи какие-то, ну, пока нам это... А, вон проход. Прошли, прошли, почти уже прошли, всё. Заходим. Назад. Уложи их, тихо. Конечно, тихо сейчас уложим, смотри. Бам, и всё. Молодцы, парни. Пошли. Хорошо сработали. Часу, часу не легче. Ого, какая резьба. Эпоха Тедоров. Чё там нашёл? 16 век. А, сабли, смотри, резные. Нифига себе там. Или чё это такое? Ну-ка, цепочка за неё. Можно запрыгнуть, нет? Нет. Ладно, идём дальше. Пошли. И чё мы тормозим-то? Медленно чё-то идём. Ладно, ладно. Пошли через другой ход. Пошли наверх. И так тихо стараюсь уже. Эй, сюда. Пошли. Боже, милостивый. Кто они такие? Не желаю слышать отговорки. Ты должен был знать, что он выкинет. Это досадный промах, но... Нет, не промах. Глупость. И эта глупость могла дорого нам обойтись. Это моя штучка. Надо забрать у неё. Наконец-то. Наконец-то нифига у тебя не получится. Надо кольцо настоящее. Оно даже не влазит, прикинь. В чём дело? Я не понимаю. Обидно, да? Это подделка. Что? Не может быть. Я сам проверял. Его подменили. Да ну. Я держал его в руках. Он надел на шею. Я глаз не спускал. Нас надули. Катер. Ага. Угу. Вы стерегите глядеть в оба. Нас могли выследить. Вы за нами. Мы уже вас выследили. Так что всё. Мне плевать, как вы это сделаете. Так. А нам-то что делать? По-тихому надо. Ты сюда, ты туда. Давай, всё, пошли. Разделимся. А я вылезу, наверное, этого. Сейчас хлопну. Оп. Всё. Минус один. Следующий. Всё будет тихо сделано. Так, а где ещё? Так. Салли там, Чарли. Здесь. Не слабо они тут. Развернулись. Да, не слабо. Вы только посмотрите. Ну, давай, чё ты там, букашек смотришь. Забирай. Что ты там? Дневник. Вы знаете, что это? Это книга. Их тут много. Мы в библиотеке. Это не просто книга, умник. Это дневник Лоуренса. Лоуренса Аравийского. Да, да. Знаю такого. Отправленный из Дорсета в день, когда он разбился на мотоцикле. 13 мая 35-го года. Они убили его, перехватив письмо. Они? Эти люди. Они, кем бы они ни были. Ты несёшь полный бред. Просто авария. Свидетели сообщали, что там был чёрт. По-моему, здесь просто так ничего не бывает. Это был заговор. Может быть. Нейт. Что? Эту штуку ты искал 20 лет. Ну да. Забираем, чё же. Сейчас, ладно. Искал, искал. Срочно. Надо колечко туда положить. Вот теперь подошло. Довольный такой, а. Всё, получилось. Поехали. Н. О. Но зло. З. Эл. О. И чё? Хэ. Что такое? Чушь. Не работает. Но зло ль то я. Что? Чш. Что за чёрт? Просто обрывок фразы? Извини, Ней. Ну и мерзавец же этот твой предок. Заткнитесь вы. Это анаграмма. Сейчас расшифруем. Погоди, всё нормально будет. Золотая. Золотая лань. Золотая лань. Подсказка. Где-то здесь что-то спрятано. Разделимся. И всё обыщем. Ну, как сказать тебе. А что мы тут ищем, а? Золотую лань. Знать бы, ну, что ищем. Картину. Откуда нам знать, что она здесь? Уверен, что здесь. Так, погоди. Здесь. Ну, может здесь. Может в Баклинте. Вот она, золотая лань. Это получается нос. Нос корабля. Не знаю, не знаешь. Проехали. Вот стулы с древесины того корабля. Примерно понимаем, как выглядит. Но чё теперь, где её искать? А, стоп. На стенах-то смотри. Может быть она где-то здесь на стене и висит. Как вместо пугала, да? Ну-ка, давай ищи. Удивительное место. Удивительное. Вещи тут просто бесценны. Эйт, не зевай, они вернутся. С минуты на минуту. Да понятно, давай искать. Поспешим, Нэйт. Я чё сделаю, если я пока найти не могу? Давай искать. Помогали бы лучше бы, вместо того, чтобы тут разглагольствовать. Эй. Не знаю, чё где. Тут на чё-нибудь похожее есть вообще золотая лань. Где это может быть? Давай каждый шкафчик обыскать надо. Так, здесь ничего. Мне кажется, она как вот морда должна висеть где-то на потолке. А, стоп. Может залезть можно наверх? Залезть можно же по-любому. Во! Вон она висит. А чё её просто снизу чё-то мы и не видели? Выше надо залезть. Я её нашёл. Теперь надо её как-то отсюда снять. Чёрт! Ловушка! Они здесь, скорей! Готов? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сейчас бы у меня не... Ой, чуть не накрыло. Там чё-то записка какая-то. Быстрее записку хватай и бежим. Да-да, сейчас. Погоди, уходим. Мы чё просто так уйдём? Да стреляем. А, патроны закончились. Ну пошли, пошли. Чё я без патронов-то буду? Куда только идти? Я понимаю, что пошли, но мне надо чем-то стрельнуть. У меня ничего нету. А, ну я могу в принципе в рукопашку пойти. На! Вот, патроны сейчас соберём. Мастер рукопашного боя, приз получен. Всё. Патроны все собираем, потому что... Чё-то у меня быстро закончились они. Ну сейчас нормально, должно хватить. Выходим. А чё, туда-обратно? А, подожди, кто-то бежит, ну оттуда. Ещё один. Ну, значит, туда-обратно. Выходим. Где ещё кто? Всё, тишина, пацаны, выходите. Не бойтесь. А, вот, есть ещё. Подожди, я сейчас спрячусь за ящичком. Да иди ты нафиг, а. Засада. Ладно, я сейчас справлюсь с засадой. Вы, главное, не дрефти. Надо уходить отсюда. Да сейчас уйдём. Как мы пройдём через них-то? Ты чё думаешь? Надо прорываться. Как-нибудь уйдём. Прорвёмся сейчас. Нормально всё. Патроны есть. У них с собой патроны есть. Сейчас нам отдадут патроны. Это всё легко. Пошли. Оп. Всё, вот уже никого нету. Прорывайся, да прорывайся, сколько тебе влезет. Супер. О, вообще супер. Ещё и автомат взял. Может, на поезде уедем, а? Давай, заводи локомотив. Ох, как он стреляет-то, а. Сейчас ещё наберём. Там ещё с автоматом. Вон тот. Вот у него и заберём. Подожди, ещё кто-то. Живо! Надо уходить! Да живо-то живо, я понимаю. Подожди, подожди. Стой, не стреляй так сильно. Где он там? Я что-то его не пропалил. А, вон он. Забирай автик у него. Вот. Так, куда лучше. Пацаны, вы зря пришли сюда. Потому что нас здесь трое, мы вообще с вами сейчас... Ой, от лазера надо быстро спрятаться. Садись. Так, а где там... Нифига у них там. Два зрачка таких. Всё. На этом тишина. Ещё дымит, не видно ничего. Патроны собирай обязательно. Это какая-то другая пушка, да? А, кто? А, вот ты где? Я-то думал, где выход? Всё, идём сюда. Стали, заходим. Подожди, не, мне та больше понравилась. Вот и выход уже. Чё тут бежать-то осталось? Чуть-чуть. Жалко, на поезде не уехали. Я бы лучше на поезде, конечно, прокатился. А, подожди, можно вот по этой штуке стрельнуть. Это баллон. Вот и всё. Главное, чтобы они по мне не стрельнули по баллону. Вот так. Эй, тут лестница. Ну, поживей. А, ты чё, ещё жив? Ладно. Только патронов уже мало у этой ружбайки остаётся. Ну ладно, 20 патронов хватит. Дробовик не буду брать. Пока ещё на крайняк есть пистолет. Пошли наверх, быстрее лезем. Выходим. Туннель, крысы, ничего больше тут нету. А, вон они, пацаны идут. Погоди, погоди, мне спрятаться. Куда ты? Тихо ты. Всё, успокоились все. Вон того надо с лазерным прицелом. Главное, быстро высадить. А патронов-то мало. Вот сейчас бы пригодилось бы побольше патронов. Ну ладно, 6 патронов есть, я думаю, расправимся. Тем более, Сарик хорошо стреляет. Всё, взял пестик. Ну, вон куча патронов, так что, пацаны, собирайте, нормально. Вот. Катар, где это мы? Станция Норт-Атвод, пошли. Мир, метро-то заброшенное. Давно уж 200 лет подземки-то этой, говорят. Так, старенькое всё. Развалены, руины, поезда все разрушили. Ну-ка. Кто-то бы берёт их вообще, я не знаю, что. Как будто вы каждый день по подземкам лазите. Ну. Да что ты, попади по нему, а. Следующий. Они куда-то, кстати, просочились туда налево. Так что, надо посмотреть. Может, уже где-то они обошли стороной. Хотя нет, никого нету стороной, нигде не обошли. А, вот они сзади, точно, прикинь. Пробрались. На. Салли тоже молодец где-то, научился драться. Побежали. Побежали по туннелю. Иди нафиг. Опа. Сейчас Клоя сюда подъедет. Да иди нафиг. Так, тихо. Вот и всё, выходим. А, ещё один. Там ещё этот с прицелом. А можно их не трогать, в принципе, да? Так-то они нам и не мешают особо. Эту дверь нам... А, подожди, патроны. Через эту дверь нам особо-то и не надо идти. Пошли налево туда. Замок, ребята. Попались в ушеловку. А куда идти-то? Стойте, замок. А-а-а-а, ничего себе. Папа, ну помогайте быстрее. Салли, Салли, там ещё пришли. Я спрятался за Салли. А вот, может, они дверь-то ей открыли там? Ну-ка, пошли проверим. Эй, назад! Погоди, да, я спущусь, просто проверю. Нет, дверь закрыта. Ладно, назад так назад, пошли. А, ну замок-то мы умеем снимать, но только... Что нам с этого-то? Тут же просто закрыто, заколочено всё. Пошли, пошли! А, ничего себе. А, там фигня. Левесинку. В смысле? А, всё, Хлоя здесь уже. Садись, садись, быстрей, быстрей, уезжаем, пока они тут стукят. Вот и всё, вот мы и свалили. Говорит, пощекочите и мне, мисс, я должен поймать этого верблюда. За нас. За наш с вами успех. Да. Не желаете ли выпить, сэр? Да. Да. Карта подтверждает. Дрейк и не думал торчать полгода в Уст-Индии. Он отправился прямиком в Аравию. Так. Самое интересное. Видите? Это подпись Джона Ди. Какого ещё Джона Ди? Джон Ди. Ближайший советник Елизаветы. Как можно не знать? Да, он был большой знаток математики и навигации. Опережал своё время. Возможно, этот диск и его работа. Увлекался оккультизмом. Очень жуткими материями. Он подписывал послание Елизавете этим символом. Мол, он и её глаза. Первый агент 007, видишь? 007, реально. Это не так важно. То есть, Джон Ди послал Дрейка в Аравию? Да, похоже. Ди королева. И Уолтингем. Да, но зачем? А вот это уже вопрос на миллион. Теперь перейдём к Лоуренсу. Прежде чем стать Лоуренсом Аравийским... Классный фильм. ...он был археологом. Ещё ребёнком он увлекался историей, бредил рыцарями и крестоносцами. В своих странствиях он описывал места, где проходили крестоносцы. Это всё здесь. Так, теперь я совсем запутался. Как всё это связано с Дрейком? Сейчас скажу. Разберёмся с Али, нормально, слушай. После Лоуренс сказал, что если вернётся в Аравию, то лишь для того, чтобы найти некую Атлантиду песков. Эта легенда многократно всплывает под разными именами. Убар, Ирам Многоколонный, Медный Город. История всегда одна и та же. О, баснословно богатый город, прогневивший бога своей гордыней и погибший в песках пустыни Руб-эль-Хали. Вот здесь. Мне нравится часть про баснословное богатство. Это на их поиски королева отправила Дрейка. О, да. А главное, именно их ищет Марлоу. Стоп, стоп. Если Дрейк отправился туда по приказу королевы, зачем такая скрытность? Зачем так стараться утаить, что он был там, в том числе от самой королевы? Не знаю. Не знает он. Ничего я не расслышал. В прошлый раз мы пошли за тобой через полмира искать затерянный город. И предприятие вышло очень рискованным. Да, но теперь у нас преимущество. У Дрейка была лишь половина зацепок. У Лоуренса тоже. У нас есть все. А у Марлоу не одной. Но есть нюанс. Пустыня Руб-эль-Хали тянется на шесть сотен миль. Бедуины обходят ее стороной. Даже если знать, где город, а мы не знаем, искать его там верная смерть. Подождите. Видите символы? Да. Похоже на сабийское письмо. Сабийское письмо. Точно. Крестоносцы искали тот же затерянный город тысячу лет назад. Но лишь два места в дневнике Лоуренса помечены этими символами. Одно в Сирии, другое во Франции. О. Нет, вы двое в Сирию, мы во Францию. Если пойдем по этим зацепкам, найдем город Лоуренса, я уверен. А что потом? Как мы пересечем шестьсот миль непроходимой пустыни? Ну, город в сердце пустыни. Так что это всего лишь триста миль. Да, пустыня триста миль пройти нефига. Сориентируемся по обстоятельствам. Сожжем мост, когда дойдем до него? Именно. Что скажете? Была не была. А, ладно. Сали за любой кипиш. Ну ладно, посмотрим, что теперь. По пустыне будем лазить походу. Господи, как ты выносишь этот упон? Ха. Восточная Франция. Привыкнешь. Это еще что? Молчи. Дальше придется на своих двоих. Что? Ты найдешь джунгли даже в сердце старушки Франции. По крайней мере, идем в нужную сторону. Замок вон там. Недалеко. Пошли. Да. Недалеко? Посмотрим, где недалеко. Может, значит, еще миль двадцать. Помнишь, как тогда? В Перу. Ха-ха. Ты хочешь поговорить о Перу? Ха-ха-ха. Что, неужели ты до сих пор злишься? Мне было пятнадцать, Сали. Если бы я знал, что ты доведешь меня до тюрьмы. Ха. Ты попал бы туда и без моего содействия. Ха-ха. К тому же я тебя вытащил. Как всегда. Ха-ха. Продолжение будет в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И всем удачи. Всем пока.